В жилищном тупике оказалась семья Протопоповых из села Нижняя Пёша. У специалистов культуры, которые воспитывают ребенка-инвалида, закончился договор коммерческого найма жилья. Продлевать соглашение по аренде вместо администрации отказались. И несмотря на то, что Протопоповы продолжают работать в сельском ДК, семью попросили освободить занимаемую жилплощадь. Алина Воучейская продолжит. Хороший ремонт, высокие потолки, несколько комнат, а главное – тепло. Надежда Протопопова сегодня проживает в лучшем многоквартирном доме села Нижняя Пёша. Он был сдан в эксплуатацию пять лет назад. Надежда вместе с мужем и сыном-инвалидом оказалась в числе счастливых новоселов. Надежда воспитывает девятилетнего Егора. У мальчика аутизм. Поэтому ребёнок требует к себе повышенного внимания и, конечно, комфортных условий для проживания. К слову, первые два года до новоселья семья Протопоповых ютились в ветхом жилье. Они переехали в Нижнюю Пёшу из села Несь, так как Надежду пригласили возглавить местный дом культуры. Впрочем, этой весной договор коммерческого найма закончился. Письмо без уведомления я получила первое от них 30 марта. Договор закончился 24 марта. Я прилетела с семинара работников культуры и нашла в ящике просто конверт, что договор с вами не будет продлеваться, просьба освободить занимаемую площадь. В ответ я стала писать, снова обращаться к главе. Указывала, что у меня ребенок инвалид, что еще зима на улице, никогда людей среди зимы не выгоняли. На что мне уже повторно два раза был ответ, что нет, выселяйтесь в течение трех суток, а иначе мы вас выселим через суд. Тогда Надежда обратилась в окружную прокуратуру, к уполномоченному по защите прав ребенка и в органы региональной исполнительной власти, а также наняла юриста. Женщина собирается судиться с администрацией поселка, так как идти с ребенком инвалидом ей некуда. Я не считаю, что мы должны выходить, так как было нарушено законодательство, гражданский кодекс, статья 684, согласно которой администрация, то есть они нам дали в аренду это помещение в найм, они должны были меня уведомить за три месяца о том, что не намерены продлевать со мной договор аренды. Этого они не сделали. Проблема с жильем в Нижней Пёше сегодня едва ли не самая главная. Большая часть муниципального жилфонда находится в ветхом или аварийном состоянии, а новые дома почему-то не строятся. Как пояснила глава сельского совета, три года назад должны были приступить к возведению многоквартирной двухэтажки, но подрядчик тянул время. В итоге договор с ним расторгли. Сейчас в селе ждут новых строителей. Рассчитываем оба, что всё-таки в летнее, осеннее время строительство двух восьмиквартирных домов на подготовленном земельном участке будет начато, в результате чего пойдёт под расселение обязательно два восьмиквартирных дома, это Новая 11 и Новая 13, которые признаны ветхими и аварийными и включены в программу о расселении жилья в срок до восемнадцатого года. На дворе сейчас двадцать первый год. Поэтому прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, чтобы обязать нас расселить эти два дома в срок до первого июля двадцать первого года. Подчеркиваю, двадцать первого года. Откуда я возьму это жильё? Поэтому мне приходится пойти на те условия, на те шаги, чтобы не продлять где-то коммерческий найм. Протопоповы тем временем спасаются только песнями. Муж аккомпанирует хору, Надежда занимается развитием культур на селе. Проводит мастер-классы для детей и взрослых. Вечерами готовится к концертам. Или вот куда без культуры, да? Куда без песен? Вот мы пенсионеры, нам ничего не надо, нам только бы попить. Вот представьте себе, вот если не дадут надежде жильё, вот семье, да, вот они будут вынуждены уехать. Я уже говорила об этом в администрации. Значит, мы лишимся, село лишится двух специалистов. Специалистам куда деваться? Не на улице жить, правильно? И всё, они будут вынуждены уехать. Такая же ситуация у нас может быть с фельдшером, такая же ситуация может быть с учителем. Они также живут в коммерческих наймах, у которых тоже может срок закончиться. Не сегодня, а завтра. И что? Кстати, все кружки и репетиции сотрудники Дома культуры сегодня проводят в издании физкультурно-оздоровительного комплекса. Старый ДК снесли осенью 2020 года. Вот и получается. Культура в Нижней Пёше держится лишь на энтузиазме творческих людей. В тесноте, как говорится, да не в обиде.